Привет, друзья! С вами снова Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня рисуем давно обещанного Рональда. Кто с ним не знаком, это мой пес. Он пшеничный скотч-терьер. Я буду рисовать прямо при вас. Еще даже не до конца знаю, как и что, с помощью каких инструментов буду это делать. В общем, импровизирую. Благо, иллюстратор предоставляет нам огромное множество инструментов. Но знаю точно, что хочу вывести кое-какие закономерности построения. Конечно, это не знак, но что-то близкое. Поэтому в основе построения будет дуга, причем дуга правильная. Итоговая иллюстрация будет, скорее всего, немного отличаться от эскиза. Кто со мной? Ставьте, пожалуйста, лайк. Приходите в группу ВКонтакте, Инстаграм школы и на персональный курс обучения. Подробности по ссылке в описании и в шапке канала. А мы начинаем. Итак, друзья мои, первое, что я сделала, импортировала эскиз в программу. Ну, предварительно, естественно, создала новый документ. И в панели слоев заблокировала эскиз, чтобы мы его не выделяли, и он у нас не смещался. Как я сказала в самом начале, хочу поискать это изображение через дуги. Инструмент дуга находится на панели инструментов. И хочу через правильные дуги. То есть мы рисуем с шифтом, чтобы это была, ну, в общем-то, сколько тут получается, четвертина круга. Нарисовали. У меня, причем, видите, последнее я рисовала розовый объект. И рисуется просто, чтобы лучше было видно розовый контур. И толщина достаточно хорошая, чтобы просто, опять же, было лучше видно. Разворачиваю и устанавливаю на место. Конечно, мы по дуге будем не один размер использовать, но свойства этой дуги... Но свойства этой дуги, конечно же, будем придерживаться вот таких. То есть они могут быть повернуты каким-то образом. Шифтом увеличиваем, чтобы она увеличивалась пропорционально. Примерно ставим сюда. Шифтом и сальтом дублирую для головы, которая в переднюю ножку переходит. Правая клавиша. А, нам не надо пока что. Давайте-ка мы вот сюда поставим дугу. Ухо и передняя лапка. Шифтом и сальтом дублирую. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение. Окей. То есть мы пока рисуем туловище. Ну, где-то здесь. Может быть... Ну, надо единственное, параллельно чуть ниже поставим. Как я сказала вначале, немного будет отличаться, потому что я здесь все-таки... Ну, конечно, я строила тоже это изображение, но рисовала его прям не так точно. Конечно, программы нам помогают все-таки строить все идеально-идеально. Так отменю. Не буду смещать. Дублирую сальтом. Поворачиваю. Это будет у нас где-то... Живот. И вот эта вот передняя часть, вот эта линия. В общем-то, похоже. Сальтом дублирую. Поворачиваю. Делаю кусочек спинки. Кусочек спинки. То есть это пока только намеки, ребят. Конечно, мы все это будем делать объектами, которые мы сможем заливать и применять цвет. Пробуем, пробуем. И ищем варианты. Пусть даже кусочки какие-то окружности будут. Здесь, смотрите, сразу можно, друзья мои, наверное, поставить дополнительные точки. Перо плюс. Запасом. Ставлю точку здесь, ставлю точку здесь. То есть мы кусок только этой окружности хотим взять. И инструментом белой стрелкой удаляем крайние точки, чтобы получилась только часть дуги. Шифтом и сальтом дублирую. Правая клавиша трансформировать зеркальное отражение. Вы можете отзеркаливать с помощью инструмента. Мне почему-то как-то так привычный давно уже. И двигаю шифтом, чтобы шло ровно. Продублируем. И это будет у нас вот эта макушка. Вот эта часть. Обращайте внимание, что у меня запасы линий. Потом расскажу, для чего это я делаю. Следующий момент. Дуга, которая обозначает бровь. И вот эту вот часть морды, которая... Верхняя часть получается. Тоже возьмем дугу нашу изначальную. Шифтом уменьшаю. Ставлю куда-то по месту. Шифтом, чтобы просто пропорции, чтобы у нас не менялись. Единственное, у меня стоит галочка. И при уменьшении, ведь у меня масштабируется... Масштабируется толщина абриса. Но не в этом суть. Можно еще поменьше. Тоже немножко дуга сюда ушла. Но будем смотреть по месту уже, и когда все это более-менее приведем. Так, вот эта часть уха тоже сразу давайте заготовим шифтом и сальтом. Повернем и ставим вот сюда. Тоже потом кусочки оставим. Трансформировать зеркальное отражение. Окей. Шифтом, чтобы шло ровно. Если хотите прям идеальную симметрию, если нет, то... Ну, это потом все будем тоже делать, прорабатывать. Здесь кусочек дуги. Продублировала. Повернула. Поставила с выходами сюда. Давайте, друзья мои, наверное, потихонечку начнем. То иначе будет очень много линий. Мы с ними запутаемся. Есть потрясающий инструмент, который называется соединение. Находится вот здесь, в этой группе объектов, в этой группе инструментов, соединение. Как работает? Взяли инструмент и проводим вот так вот. Видите, он соединяет две линии, которые никак между собой не связаны, в единый объект. То есть сейчас это, если мы ее покрасим, это будет отдельный объект. Пока он не замкнутый, потому что снизу у нас разомкнутые линии были. Но здесь вот соединилась. Очень удобная штука. Штука, очень классный инструмент. Обратите внимание, у меня на эскизе такие элементы есть, которые выходят вот сюда в край немножко. Но, как вы видели, инструмент работает. Он убирает эти части, то есть он объединяет. Поэтому, если хотите, чтобы у вас линия сюда вот вышла, я должна Ctrl-C скопировать в буфер. Теперь выделяем темную линию, вот эту розовую, которая в буфере лежит, инструмент соединения. И нам вот эту часть нужно объединить. Отлично, только Ctrl-Shift-V вставим, чтобы нам вот этот кусочек, этим кусочком воспользоваться. Единственное, что я думаю, что так, инструмент перо плюс. Пусть поставим точку и вот эту часть уберем. Можно для удобства, может быть, даже покрасить эти линии в другой какой-то цвет, чтобы не путаться. Это отдельная линия, но объект там у нас есть. Следующая линия, которую мы соединяем. Это и вот эта. Чтобы в этой линии осталась. Здесь. С Shift-ом. Ну, соответственно, вот здесь то же самое. Друзья мои, вот этот кусочек тоже мы его ограничим новыми точками. Плюс, плюс, белая стрелка, эти точки. Ага, эту точку мы пока не убираем, потому что здесь часть этой линии нам нужна. Поэтому, я думаю, что вот тут мы с небольшим запасом поставим точки. Это Del, это Del. Но уже не смещаем. То есть вот эта линия, эта единая линия, мы не можем ее туда-сюда двигать. Потому что она уже стоит у нас на месте. Поэтому пока что оставляем вот таким образом. Ребят, переключимся на заднюю лапку. Тоже через дуги. Тоже рисую с Shift-ом. Давайте-ка сделаем другого цвета, чтобы отличались. Пусть еще какой-нибудь синий будет. Так. Обращаю внимание на ту часть, которая по эскизу совпадает. Shift-ом и с Alt-ом дублирую. И поворачиваю. Смотрим уже вот на эту часть. Здесь либо дугу, либо мы давайте-ка сделаем, попробуем. Сейчас не знаю, что из этого выйдет. Если я, допустим, возьму две вместе. Инструментом, нашим сегодняшним соединение, это удалим. И попробуем просто вот так ее сократить. Ну, в общем-то и получается. Смотрите, что все отлично получилось. Так, так, так. Давайте-ка Shift-ом и с Alt-ом дублирую, чтобы шли ровно вот здесь. Стыкуем. Чтобы розовая переходила в голубую. Лапки наши, чтобы были, в общем-то, одинаковые. Мы не будем тут учитывать перспективу. То есть Shift-ом и с Alt-ом дублирую. Эту я зеркалю. Окей. Ну, вот здесь по эскизу у меня, видите, немного отличается. То есть вот эта лапка. Ну да, они, конечно, по эскизу-таки немножко более тонкие. Ну, ничего страшного. Я думаю, что так тоже может быть. И с Shift-ом и с Alt-ом дублирую для последней лапки. Принцип такой. Самая первая. Пусть давайте она будет вообще другого цвета. Она будет самой дальней. Ее нужно будет, конечно же, залить. В принципе, иллюстратор позволяет нам заливать объекты, которые разомкнутые тоже. Так, это самая дальняя лапка. Вот с этими лапками, чтобы нам точно попасть, чтобы розовая линия переходила в синюю, можно уйти в режим скелетный или каркасный, его еще называют. Здесь вот нужно поставить точно. Поэтому двигаемся с Shift-ом. И проверьте, пожалуйста, чтобы не было привязки к пикселю. То есть она всегда по умолчанию стоит. И видите, я здесь не могу, чтобы у меня точно-точно совпало. Привязка к пикселю убираем. И ставим идеально. Можно прямо на приближение. Но с ума тоже сходить не стоит. Но тем не менее, поставить вот таким образом. Ctrl- минус отдаляет. И вот на этой линии, которая наша розовая, которая обозначает туловище, поставим дополнительную точку где-то вот здесь. Поставили не на той, но не суть. Здесь тоже надо убрать кусочек. И на розовой. Тоже перо плюс поставим. Ну, где-нибудь здесь точку. Удалим. И вот эти можно как? Выбираем вместе. Ctrl-J. Соединяем. То есть это сейчас единый контур. И, друзья мои, то же самое проделываем с остальными лапками. Друзья мои, вот что получилось у меня с лапками. Сейчас показываю бороду. Рисуем очень интересным способом. Поэтому не забудьте, пожалуйста, кто еще не сделал, поставьте лайк. И напомню о том, что я приглашаю на персональный курс обучения. Все подробности по ссылке в описании. Итак, борода. Можно ее нарисовать тоже через дуги. Shift-ом. Есть одна дуга. Поворачиваем ее вот таким образом. На самом деле можно не сходить с ума, как я это делаю. Можно просто нарисовать инструмент на бюро. Но мне хочется почему-то, чтобы это все было ровненько и гладко. Поэтому все-таки я немножко помучусь. Хотя не такие уж это большие мучения. Так. Мы нарисуем, естественно, только половинку. Сначала мы нарисуем только половину. Дуга. Shift-ом небольшая. Сейчас вот здесь мы построим конструкции такие. Смотрите, сильный изгиб, конечно же. Поэтому тут давайте все-таки, наверное, сделаем дугу не такую. Прям четвертину-четвертину. Все-таки нарисуем просто некую подобную линию. Итак. Дублируем. Поворачиваем. Тоже принцип такой, что заходит одна линия на другую. С альтом дублируем. Тут можно парами дублировать. С альтом только это делайте. Так, здесь. Немного Shift-ом увеличим. И чуть развернем. И оставшийся кусочек. Ну, пусть будет это. И вот так поворачиваем. Сделали половину. Теперь инструментом соединения нам нужно соединить вот эти уголочки. Можно это делать парами. Выделяем вместе. Соединяем. Видите, можно даже не выделять. Так, здесь. Здесь вот надо выделить. Выделяем вместе. Здесь тоже выделяем. Очень классный, очень инструмент. Урок подробный о нем есть, конечно же. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Ссылка сейчас появится в правой верхней части экрана. Итак. Часть бороды мы сделали с вами половинку. Давайте вот здесь. Я так думаю, что все-таки мы вот так вот заведем примерно до середины и просто вытянем манипуляторами. Сейчас самое интересное, друзья мои. Единственное, что, наверное, все-таки тут покороче. Ставим дополнительную точку. А эту удалим. Итак. Смотрим. Ctrl- минус отдаляет. Смотрим внимательно. Идем в меню. Эффект. Исказить и трансформировать. Трансформировать. И что здесь делаем? Здесь галочки оставляем. Здесь переносим точку вот сюда. Урок подробный об этом тоже есть. Отразить зеркально по CX. Обязательно просмотр. И обязательно количество копий одна. Нажимаем ОК. Что мы здесь видим? Что если мы будем корректировать. Вот видите, мне тут немножечко, например, не нравится в этой части какая-то куцая. Куцый кусочек. Я возьму инструмент белая стрелка. Выделю эту точку. И буду немножко здесь искажать. Видите, в этой части тоже меняется. Очень классно. Очень удобно смотреть, как получается асимметричная форма. Также такой момент можно сделать. Выделяем точки белой стрелкой. Вот эту точку и вот эту точку. И выровняем их по одной вертикальной оси. Вот. Когда вы закончили все манипуляции. Может быть, в моем случае хочется мне вот эту точку тоже немного отвести в сторону. Чтобы такая попышнее бороденка была. То в правой части тоже будет изменяться. Когда вы закончили, друзья мои, это эффект. Нужно от этого эффекта избавиться. У нас выбрана изначальная половинка. Мы идем в объект. Разобрать оформление. То есть теперь это группа объектов. Ctrl-Shift-G разгруппируем. То есть отдельный объект. Разомкнутый контур. И отдельный объект. То есть сейчас они никак не связаны. Мы уже корректировать их можем по отдельности. Но чтобы была возможность делить, мы, конечно же, должны вот эти точки. Ctrl-J. Соединить. Соединить. Ну вот тут не очень хорошо получилось. Но я думаю, что это ерунда. Все это под носом спрячется. То же самое в нижней части. Чтобы это превратилось в одну точку. Мы возьмем вместе крайние точки. Shift-ом. Ctrl-J. Соединяем. Но здесь по прямой. Поэтому можно либо скруглить немножко. Либо поставить инструментом плюс дополнительно точку. И ее просто вытянуть вот так. Чтоб ровно тут казалось. Можно эти, если уж быть точными, убрать. Но это все на самом деле ерунда. Это все мелочи. Итак. Это объект, который мы можем заливать. И нос. Либо нарисовать тоже таким же образом, если хотите, чтобы он был симметричным. Либо, если все-таки хотите, чтобы он был не симметричный. Возьмем просто инструмент перо, буква П. И вот так вот, ставя точки в местах изменения формы, протягивая манипуляторы. Можно по эскизу нарисовать нос. Это если он был бы не симметричный. Друзья мои, принципы строения я вам показала. Не буду затягивать видео. Сделаю это за кадром. Дорисую основную форму. Пожелание для вас, чтобы контуры были замкнуты. Если хотите, как у меня дело, чтобы были выходы вот так вот, линий на форму, обязательно копируйте эти объекты, чтобы одна линия лежала строго на другой. Глаза. Это дуги и брови, это дуги. Это уже линии, которые лежат просто сверху. И в следующем этапе мы будем выбирать цвета и вообще цветовую гамму для нашей иллюстрации. Друзья мои, вот что получилось у меня, линейный рисунок. В этой части урока поговорим о цвете и покажу, как делать тенюшки. Постараюсь, конечно, это сделать побыстрее. Итак, пойдем в палитру слои. И нам нужен самый нижний объект, наш эскиз, он, оказывается, не самый нижний, разблокировать и унести в сторону, потому что он, в общем-то, свою службу уже отслужил. И мы работаем только над, в общем-то, уже вектором. Что нам нужно сделать? Нам нужно нарисовать шифтом линию в нижней части. Можно, я думаю, что нижнюю линию сделать несколько толще. Конечно, рекомендуется делать один тип линии по толщине. Но, я думаю, в таком случае, как основание, пусть оно будет только разницу сделать достаточно большую. И немного унесем вниз. По поводу цвета. Вообще, иллюстрации со скотчем уже есть. Я Роньку уже рисовала к 25 тысячам подписчиков. Можно, в общем-то, в какой-то такой гайме сделать. В принципе, он у меня пшеничный. Кому интересно, можете заходить в Инстаграм, можете заходить в группу. В школы добавляться в друзья. Кто особенно любит собак, как я. Поэтому можно наоборот поиграть. Что фон мы делаем темный, а собака будет на фоне светлая. Поэтому пока что для начала инструмент M вызывает эллипс. И нарисуем ровно по монтажной области. Можно это делать шифтом, чтобы рисовался квадрат. Сейчас какой-то квадрат без заливки, но с цветом. Цвет, давайте, какой-то хочется теплый подобрать. Теплый, приятный для глаза. Пусть тоже какой-то охристый. Возможно, я это поменяю, но суть вы, я думаю, что улавливаете. Ну, пусть какой-то вот такой сложный пока серый будет. Серый-коричневый. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка на задний план. Собака. Может быть, белый, бело-желтый. Какой-то только из теплой части желтых оттенков. Ну, может, не розоватые, конечно. Тоже эта часть, можно уже с прямоугольником, квадратом. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка на дальний план. Ну, на самом деле, конечно, цвет я буду дорабатывать уже, думаю, что за кадром, чтобы не затягивать рог. Покажу сейчас, как сделать тенюшки. Сделаю это самостоятельно. Этот объект у нас тоже свойством такой же. Только он тоже пойдет на дальний план. Можно включить еще третий цвет, чтобы был эффект теней. То есть вот эта лапка самая дальняя, надо будет самой темной. Но сейчас речь не об этом, показываю, как делать тени. Скопирую вот эту лапку. Shift-ом и сальтом. И вытянем ее на передний план, чтобы понятнее просто было. И немного вот так вот повернем. Можно чуть... А, стоп. Нам ее надо отзеркалить. Повернем. И наша задача обращать внимание вот на этот кусок. На этот кусок, который будет являться тенью. Покажу сейчас инструмент форма, но как он работает с особенностями. Выделяю объект целый контур. Выбираю вот эту лапку. И выбираю вот этот кусочек. Инструмент форма. Показываем, что нам нужно оставить вот эту часть. Но что здесь произошло? Посмотрите внимательно. Это стало дельным кусочком. Это стало дельным кусочком. Лучше все-таки сделать не так. Ctrl-Z отменяет действие. Предварительно нам нужен вот этот цельный контур. Ctrl-C закинуть в буфер. Сейчас покажу, для чего это. Снова проделать эту манипуляцию. Получить вот этот кусочек. Вот эту форму удаляя, которая без кусочка осталась. Ctrl-Shift-V. Вставляем на это же самое место и утягиваем на дальний план. Для чего это делать? Удобнее как? Ну, я так просто приспособилась. Я вот этот вот кусочек. Отменяю у него цвет контура. Можно, в общем-то, сделать цвет тени черный. Но ей придать прозрачность. Ну, какого-то такого качества. Чтобы она все-таки цвет какой-то приятный получился на наложении. И по качеству наложения можете вот здесь поиграть. Как накладывается. Один на другие. Может, сейчас просто не наглядно. Но когда цвета другие пары подобраны, то достаточно наглядно вот это наложение. То есть с этим поиграйте, друзья мои. Еще, видите, надо было в буфер закинуть вот эту частичку. Видите, она тоже исчезла. Поэтому я сейчас откатываюсь назад. Ну, принцип вы поняли. То есть в буфер обмена нужно цельный контур добавить. И вот эту вот часть. Да, цвета мне, конечно, не нравятся. Поэтому я подберу уже без вас. Ваши работы жду, как вы знаете, в группе ВКонтакте. Вот, друзья мои, я поколдовала над цветами. Возможно, еще продолжу поиски цвета. Потому что дело такое непростое. На самом деле нарисовать гораздо проще, чем подобрать цвет. Ну, иногда так у меня бывает. На этом урок заканчиваю. Надеюсь, он вам был интересен. Также рисуйте своих зверей. Все наработки скидывайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании под этим видео. Добавляйтесь в друзья. Приходите на курс обучения. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации.